Ильич Хачай, член-корреспондент Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Института имени Красовского Уральского отделения Академии Наук. И сегодня он расскажет об алгоритме Схенцена-Траубой и приближении асимметрических задач маршрутизации фиксированными дробями. Правильно перевел? Не уловил какого-то нюанса. Прошу прощения. Здравствуйте, дорогие коллеги. Во-первых, я буду благодарить вас за возможность в заключенном семинаре. Я Ильину Геннадьевну и Националье Леонидовича за возможность сделать такой наклад. И, во-вторых, я должен заранее извиниться. Я должен сказать, что мое сообщение будет явно выглядеть в топе, о вашей основной тематике в большом суде. У нас в нем нет. Значит, оно, конечно, по математике. Но математика, как мы знаем, наука большая. То, чем мы занимаемся, относится к разделу комбинаторной оптимизации. Я попытаюсь, значит, особенно в начале, достаточно, значит, особые идеи сделать, очень мы занимаемся. Комбинаторная задача многим из вас, я знаю, что вы специалисты по непрерывной математике, по дифференциальному равнию, могут показаться игрушечными. Потому что на самом деле они связаны с поиском оптимальной точки в конечном множестве, в конечном множестве. Все можно перебрать в конечном итоге. Но вот мы все знаем, что конечное множество могут быть все-таки достаточно большими. Вот, значит, и вот о подходах, которые там, значит, удается строить, вот хотелось бы немножечко рассказать. Значит, конкретно речь пойдет о задачах маршрутизации. Это задачи типа камебой жора. Значит, я напомню сегодня, что это за задачи, классические задачи. Вот. И задачи маршрутизации транспорта, вот эти вот все задачи, они сюда вкладываются. Но как-то так получилось, что традиционно с точки зрения оптимированности этих задач, вот именно симметричные постановки оказались какими-то гадкими утенками. То есть, если для симметричных задач, значит, опять же напомню, дальше чуть позже, значит... Это когда расстояние от А до Б расстояния? Это равно расстоянию от Б, да, да. И графы там не ориентированы. Вот, значит, а мы рассматриваем задачи с ориентированными. Графы. Вот. Ну так вот, если для симметричных задач все достаточно хорошо и давно известно, значит, то для симметричных задач очень долгое время было все очень... Во! Самое лучшее, что удавалось нам доказать в плане аппроксимируемости полиномиальной, это были алгоритмы с неконстантными оценками точности. Вот, fixed ratios, это ratio в комбинаторной оптимизации, это оценка точности. Я чуть позже поясню, что это такое. Это отношение, значение целевого функционала, которое дает пристребежон, алгоритм, к оптимальным значениям. Значит, ну да, это тоже можно считать, в каком-то смысле, так что вы абсолютно правы. Вот. Значит, я немножечко, как я уже говорил, буду особенно поначалу говорить о популярках, значит, я достаточно подробно остановлюсь на мотивации наших исследований о близких результатах, вот, а потом остановлюсь, ну так, достаточно в общих читах, на очень знаменитом современном алгоритме Сенсена-Трауна, которые фактически в девятнадцатом году впервые показали, что асимметричные комбинаторы, асимметричные комбинаторы, правда, с неравенством треугольника, он может аппроксимироваться в полиномиальных алгоритмах, также с константной оценкой точности, как это мы знали со времен алгоритма Кристофизиса в Сергею Полу. Правда, в отличие от алгоритма Кристофизиса, который можно рассказать в Средней школе, он очень прост в своей структуре. Алгоритм Сенсена-Трауна – это очень серьезный алгоритм. Фактически он составлял единственный топик, значит, диссертации Веры Трауна, которую она с блеском защитила полтора года назад. Вот. Значит, но самое главное – это то, что так же, как и Кристофизисовский алгоритм для метрического конвенажера, этот алгоритм может выступать в качестве того, что по-английски нравится делать один блок, для приближенных алгоритмов, для очень большого класса задач в учете, чем мы и воспользовались с моими коллегами. И вот нам удалось получить серию приближенных алгоритмов с константными оценками точности для близких задач, опираясь на вот этот алгоритм. Конечно же, я ни в коем случае не хочу перенежать. То есть, прорывной результат – это именно этот алгоритм. Вот. Ну вот, кое-какие из этих задач, для которых удалось построить приближенные полиномиальные алгоритмы с константными оценками точности, здесь мы продолжаем активное исследование в этом ключе. Значит, и тут этот список постоянно расширяется. Ну вот, с теоретической точки зрения, мотивация такова. Значит, все мы знаем, ну, со школьных, со студенческих времен, значит, достаточно большой класс, значит, задач комбинаторной оптимизации. Это задачи рюкзаки, задачи, как бы, бежуры, задачи транспорта, задачи вершинного покрытия и так далее. И мы все помним, что в большинстве своем, сколько-нибудь интересные постановки этих задач, они тогда решают, решают на какие-то задачи. Вот. И если P не равно NB, а, скорее всего, так оно и есть, значит, никогда не удастся построить полиномиальные решения этих задач, которые бы находили в решении этих задач точно. С другой стороны, для широкого класса постановок этих задач, даже возникающих на практике, волшебным образом удается получать сколько-нибудь точное решение. Значит, как правило, это они получаются либо в классе евристических алгоритмов, которые действительно, вот они, это маги, они умеют находить точное решение, но никто не может объяснить почему. И объяснение очень простое. Как только для юристики удается доказать, что она гарантированно находит сколько-нибудь точное решение, она начинает называться юристика и начинает называться приоруженным алгоритмом. Вот, к счастью, к слову, алгоритм Кристофидиса 76-го года для метрической с датчиками выезжора, о котором я сравнился на университет. Он в исходной статье Кристофидиса назывался юристикой, несмотря на то, что он сразу же выдавал для него ориентированную оценку точности. Значит, что такое, давайте немножко поговорим о том, что такое определенный алгоритм комбинаторной утилизации, что такое оценка точности. Во-первых, в отличие от вычислительной математики, ну да, сначала дадим определение задачи комбинатора информатизация задача, которая необходимо найти максимум либо минимум некоторой функции, традиционно называемой целевой, значит, на множестве решений некоторой системы ограничений. Причем отличие от классических задач информатизации, одно отличие заключается в том, что, как правило, множество решения этой системы дискретное и может быть даже оказаться конечным. И в принципе, с точки зрения вычислительного внимания ничего сложного нет, достаточно переграть все допустимые точки, найти в них и лучшее значение, значит, ну и так далее. Проблема в том, что даже в случае конечности в области, сейчас не так называем, множество, значит, такой прямой перебор наивный, он может, значит, измеряться таким временем, которое сравнимо с существованием вселенной. Поэтому пытаются скроить какие-то приближенные алгоритмы. Что мы называем приближенным алгоритмом? Приближенный алгоритм – это алгоритм, который, значит, для любой постановки нашей задачи находит, гарантированно находит допустимое решение, значит, значение функционала, в котором отличается от оптимального значения не более чем сколько-то фиксировано 4 раз. Ну, причем это 4 раз, оно может зависеть от размера задачи, а может не зависеть, может являться константой. В этом случае мы говорим, что о фикс-прейшн. Значит, самое идеальное, конечно, это когда удается для любой относительной погрешности предложить алгоритм, который бы находил приближенное решение нашей задачи в цепи погрешности. В этом случае говорят о наличии пандемиальной приближенной схемы. Ну вот, значит, в этой работе мы бы хотели поговорить о асимметричных постановках задач консутизации и определении приближенных алгоритмов с константными оценками точности для этих задач. Все они, так или иначе, опираются на совсем недавний алгоритм, предложенный Оуфом с Венсоном, Тарнавским, Вегом, это была одна, значит, статья, вторая, это Вера Трау и Йенс Виггинг, ее научный руководитель, вторая статья, которая уточняла оценку по лучшему сельсию. Ну, поподробнее я расскажу чуть-чуть. Значит, у нас есть очень такая же бетонная, значит, пригодная мотивация. Вот здесь перед вами относительно недавний обзор, значит, очень популярных в настоящее время задач, связанных с консультизацией политических беспилотных летательных аппаратов, была. Вот, значит, почему я о нем вспомню? Во-первых, потому что журнал действительно очень серьезный, во-вторых, и работа такая, потому что называется комплексив, но самое главное, что здесь перебирается, вот, примерно такое количество содержательных постановок, и все они, так или иначе, сводятся к комбинатору за премиальное время, то, что называется редюст, подходящей задачей комбинаторной мышцатизации. Ну, и на практике, как правило, эти задачи, как можно говорить, решаются, значит, эвристическими методами. Значит, наша чисто уральская мотивация, мы, наш институт достаточно давно взаимодействует, значит, с уральским федеральным университетом, сейчас он так называется, а те, в свою очередь, с нашими машиностроительными, которые находятся. И вот там, значит, уже достаточно долгое время занимаются задачами автоматизации, значит, роботизированных станбол, то, что по-русски называются станки, значит, цифровым программным управлением, а по-английски называется CNC-машинс, компьютера numerical controllable машинс. Значит, вот здесь вы видите такую машинку, значит, в идеале здесь решается задача программного управления такой машины, записывается некая программа, которая минимизирует суммарные сдержки, которая тратит, значит, вот этот инструмент вот при, значит, пополнении своей задачи. Это может быть задача резки, это может быть задача снятия размеров с конкретной заготовки, это может быть, ну, какие-то еще близкие задачи. Так или иначе, с математической точки зрения, для всего задачи университетизации. Вот. Значит, в частности, мы достаточно серьезно сотрудничали с нашими коллегами, с кем нашим, значит, есть такой у нас завод химического машиностроения, значит, по поводу задачи высокоточный цифровой риск. Что это за задачи? У нас имеется некий, значит, плоская большая заготовка, металлический, значит, лист, на котором размещены, значит, выкрики плоских деталей. Задача лазерным или плазменным резаком, значит, произвести вырезку все какие-то детали, при этом минимизируя соответствующие затраты. Здесь затраты бывают разные. Наиболее популярные, это, конечно, затраты, связанные, значит, с эртаймом. Это так называемое непродуктивное передвижение. И затраты там вообще не делают. Вот. Но есть еще другие технологические затраты. Все они описываются соответствующими, значит, ограничениями задачи, ну, в частности, у нас буквально несколько дней назад, значит, в журнале International Journal of Production Management, International Journal of Production Research. Это как раз наш алгоритмический результат удалось эффективно применить. Михаил Ильич, а где там вообще, так сказать, вот сложность в том плане, что эти дырки, они регулярные? И что там? Нет, нет, эта картинка здесь регулярная. А на самом деле дырки очень разные. Значит, они представляют собой разного рода детали, значит, плоские, причем детали могут быть с отверстиями, и внутри одного отверстия может быть еще одна деталь или несколько деталей. Это, в общем, на самом деле, вот раскроенные планы, которые нам подаются в качестве исходных данных, они могут быть очень сложными. Значит, ну, и традиционно сейчас в основном, значит, задача построения маршрута этого самого, значит, инструмента, она производится вручную, значит, технологами, значит, они, опираясь на свой опыт работы, как-то это делают, вот, но вот, оказывается, удается построить, значит, решение, которое там, ну, не на порядок, но в разы лучше, значит, по, значит, соответствующим, вот, мы сами претергием. Вот, значит, с точки зрения теоретической мотивации, ну, вот здесь вы видите этот знаменитый список на страничке Корейского института математики, значит, где приведены, значит, задачи тысячелетия, вот, и вот наша задача, потом которой мы, значит, стараемся, которая подступится, у взаимодействия классов полиномиально разрешимых и энпитрудных задач, значит, она занимает вот такое вот парадное место между гипотезой Риммана и хорошо знакомой вам задачей решения на выравнение новой истокса. Так что, в общем, мы в каком-то смысле одним и тем же занимаемся, шучу, конечно, вот, но вот в математике это ценят примерно одинаково. Вот, теперь я отвлекаюсь от философии и перейду уже, собственно, к тому, чем мы занимаемся. Значит, вот базовая постановка, это задача Камилы Жора, она имеет очень-очень простую математическую гипотезу, значит, у нас имеется взвешенный, значит, полный и простоты ориентированный или не ориентированный граф же, значит, веса на дубах или на ребрах у него определенные требуется отыскать гамильтонов цикл минимального либо максимального веса, ну, в традиционной постановке минимального веса. Что такое гамильтонов цикл? Цикл – это цикл, который посещает каждую вершину графа, причем в точности один раз. Вот. Значит, удивительно, но первоначально эта задача математиками вообще не считалась, она считалась математической головоломкой, впервые она, наверное, появилась в книжной, знаменитой книжной Гойда, значит, по математическим головоломкам, значит, и вот, собственно, как задача числочистной реализации, она впервые, значит, она рассматривается после знаменитой статьи Данса Дэфа у Керсона Джонсона, 2004 года, где они предложили первый алгоритм, значит, базирующийся на линейной релаксации этой задачи, ну, и вот с тех пор, значит, исследования этой задачи активно развиваются. Значит, у нее существует, ну, хочется сказать, множество, значит, популярных обобщений и модификаций, большинство мы так или иначе тоже сможем позаниматься. Ну, например, обобщенная задача Кабибайжора, она вот о чем. Значит, у нас наряду с графом задается еще разбиение множества его вершин на непресекающиеся непустые подмножества, именуемые кластерами, вот, значит, и требуется построить замкнутый маршрут, который каждый из этих кластеров посещает в единственной точке. То есть, нам не все вершины надо посещать, а нам надо еще в каждом кластере выиграть представителя. И так, чтобы этот маршрут был, по-прежнему имел наибольший вес. Вот. Вы не поверите, вот, давайте я задам вот этот вопрос. Вот как вам кажется, обобщенная задача Кабибайжора сложнее задачи обычной Кабибайжора или наоборот? Совершенно верно. Не всегда, но там возникает еще один параметр. Значит, если в Кабибайжоре там просто число вершин, то есть, есть еще число кластеров. Вот. Так вот, оказывается, если число кластеров относительно мало по отношению к числу вершин, то есть, оно растет не быстрее логарифма от числа вершин, то тогда для обобщенных задач Кабибайжора существуют точные алгоритмы. Вот. Хотя, понятное дело, что Кабибайжор является частным случаем обобщенных задачек Кабибайжора, потому что достаточно потребуется, чтобы все кластеры были одноэлементные и вперед. Вот. Ну вот. Значит, еще есть задачки. Ну вот, например, одна из интересных задач, связанных с Кабибайжором, значит, по сбору призов или накоплению справ. Значит, она, ее можно по-разному формулировать. Впервые ее Олег Бауш сформулировал классик карбинаторной оптимизации. Значит, у нас по-прежнему тот же самый граф, значит, взвешенный и так далее. Наша задача построить циклический маршрут, но мы, так же, как в обобщенной задаче Кабибайжора, не обязаны посещать все вершины подряд. Однако, значит, за каждую посещенную вершину мы получаем приз, а за каждую непосещенную штраф. И наша задача минимизировать, значит, ну или максимизировать, значит, суммарную прибыль, либо минимизировать суммарную прибыль. Задача маршрутизации транспорта. Значит, ну это вот что за задача. Значит, у нас имеется внутри нашего графа несколько выделенных вершин, называемых депо или складами. Значит, и нам нужно обогреть, значит, наш граф последовательностью цикла, каждый из которых начинается и заканчивается в депо, значит, ну и удовлетворяет ряду требований, как правило, формулируемых в виде удовлетворения пользовательского спроса. Во всех остальных вершинах предполагается, что находятся пользователи, в них каждого из этих продуктов. Ну и так далее. Я, наверное, все подряд перечитать не буду, в общем, это известная задача. Значит, говоря о богоритмическом подходе к решению вот этих комбинаторных задач, хочется сказать, что исторически он развивался по трем основным направлениям. Значит, вот первое направление, оно представлено так называемыми точными или оптимальными алгоритмами. Это алгоритмы, которые гарантированно находят оптимальное решение задачи. Значит, ну и на самом деле здесь, несмотря на то, что, значит, вот наука развивается уже больше 70 лет, значит, фактически ничего лучшего, кроме двух планных алгоритмов, найти не удалось. То есть, первое – это динамическое программирование и всевозможные его вариации, значит, которые восходят к классическим работам Беллмана и Калдокарпа. Вот, и нам они известны как схема динамического программирования в прямом и в попятном времени. Не у Беллмана в попятном, а у Калдокарпа в прямом. Значит, но мы для комбинаторной оптимизации, это мало кто знает, что для задачи динамического программирования достаточно давно удалось предположить схему его ускорения. То есть, оказывается, значит, вот это вот дерево поиска не обязательно целиком приобретать. Вот. И именно для комбинаторной задачи удается получить некий гибрид между динамическими программированиями методов ветвей и границ, и опирается он на вот эти вот результаты Морина Марстона, Штайнера и следующей работой. Значит, виноват. Собственно, алгоритмы ветвления, которые у нас принято называть алгоритмы ветвей и границ, бранчинг баут, ветвей и секущих плоскостей, бранчинг как, вот. И алгоритмы ветвей и оценок. Потому что по-русски они даже непонятно как их называют, потому что в России ими почти никто не занимается. Вот. А во всем мире она называется бранчинг прайс. Значит, ну вот здесь наиболее важные результаты я здесь перечислил. Эти алгоритмы интересны чем? Тем, что они устанавливают связь между комбинаторной оптимизацией и вычтительной геометрией. Вот сегодня на экспертном совете я буду докладывать эту докторскую диссертацию, где как раз об этом пойдет речь. Значит, вычтительная геометрия, если произвел, называется полиэтральная теория. И вот, собственно говоря, на одной из мотиваций развития этой самой полиэтральной теории являлись методы бранчинг и течения. Дело в том, что практически любую комбинаторную задачу можно эквивалентным образом свести к задаче, к подходящей к задаче смешанного с двочисленного линейного предприятия. Значит, смешанного в том смысле, что у нее часть переменная обязана будет принимать дискретное излучение целочисленного. Понятное дело, что это по этой причине задача целочисленного линейного конкурсирования тоже не будет, да, и, в общем, решать ее. Непонятно, зачем это было сводить, на первый взгляд. Традиционный подход такой. Он восходит к работам Бауша, Пандерга и многих других. Значит, мы оказываемся от требования целочисленности на все или некоторые переменные и рассматриваем то, что называется империалоксацию нашей задачи. Вот. А в силу всем известных результатов линейного конкурсирования и ингредиент, значит, задача линейного программирования предприятия разрешим. То есть, мы на самом деле линейную революционацию можем решить быстро. Значит, и множество допустимых решений этой задачи, оно включает в себя множество допустимых решений и исходных кандидатурам. Вот. Оба они являются многогранными. На самом деле, если бы мы имели описание внутреннего вот этого многогранника, мы могли бы исходным задачам и предприятия решить. Так вот. На этой простой идее основаны методы отсечения. И они основаны на том, что на каждой операции мы пытаемся все точнее приблизить, значит, нашу вот эту внешнюю аппроксимацию, значит, многогранника допустимых решений. Вот, и вот наиболее глубокие результаты здесь были получены вот в этих классических работах, но они продолжают развиваться и в настоящее время. У нас тоже недавно совсем вышла статья, где удалось описать фасетное представление многогранника об общении задачи кандидатуры, значит, несколько дополнительных условий. Окей. Основной минус этих алгоритмов по-прежнему такой. Мы не можем гарантированно сказать, что они сумеют найти оптимальное решение быстро, в силу того, что наша исходная задача потрудна. Но, тем не менее, они очень интересны. Любой из этих алгоритмов можно использовать как приближенный в каком-то смысле алгоритм, потому что мы всегда можем прерывать вычисления и сказать, насколько точно мы получили решение в данном моменте. второе направление связано с аюристикой. Ну, оно очень быстро развивается, и тут за ними даже очень сложно посредить. Я туда некоторые, наиболее известное направление упомянула. это, конечно, юристики локального поиска, это юристики, связанные с генетическими и всякими биоинспирированными алгоритмами, то, что сейчас просто заваривают с друзьями, которые можно сказать следующее. Да, они численно позволяют получать решения, иногда даже хорошие, ничего теоретического никогда не нельзя. Значит, наиболее продвинутые, на мой скромный взгляд, здесь направления, это направление Хансена Владеновича, посвященное методу чередующихся окрестностей, и относительно недавнее появившееся направление, которое инкорпорирует, значит, комбинаторный анализ онлайн-обучения. На самом деле, то, о чем сейчас многие говорят, что, значит, методы машинного обучения хорошо бы включать в методы комбинаторной оптимизации, действительно так. Вот, и то, что в результате получается, на удивление, дает хорошие, высокоэффективные аэристики. Вот тогда в декларочный баку-черч, это один из представителей. Ну и, наконец, третье направление, которое мне... В общем, пишите. Но нам очень сложно бывает уговорить наших, значит, заказчиков с производства, что те алгоритмы, которые мы предлагаем, мы теоретически обосновываем, они хороши. Потому что гарантированные оценки точности не всегда удовлетворяют их по качеству. Значит, ну, начнем с того, что практически все перечисленные высшие задачи, если P не равно NP, не только точно нельзя решить за предпринимательное время, что это доказано, наикучшем случае, но и с какой-либо приличной точностью. То есть, если, например, я задачи по общей постановке с задачками Вейжора удастся выписать полимеальный алгоритм, у которого рейшо будет меньше по порядку величины, чем 2 ступеней N, то мы тем самым докажем, что P равен NP. Но на практике мы же не общую задачу к Вейжоре решаем. Мы решаем, как правило, какие-то ее уточнения. Например, метрическую. Что такое метрическая постановка? Это задача, в которой вот эти самые ИСА на рюках, они удовлетворяют аксилом полуметрики или метрики. Ну, то есть, не разу треугольника, они все не отрицают, там, все такое. Вот. Как показано было, значит, нашими знаменитыми предшественниками одновременно, Никасом Кристофидисом и Анатолием Сердюкова, значит, в 76-м году. Вот такая постановка Кристофидисом и Бейжора, значит, она обладает по линейно-продежурным алгоритмом с трудоемкостью N в кубе, N число вершин, значит, и точностью рейшо-3-вторых. Значит, ну, то есть для любой метрической постановки этот алгоритм, я о нем немножко поговорю, потому что он просто восхищает своей простотой, вот, этот алгоритм, значит, находит маршрутками Вейжора, вес которого они более чем в полтора раза больше, чем аутимальный вес. Вот. Ну, правда, вот производственники говорят, полтора, это плохо, нам надо один процент или там два процента, вот. Ну, и вот, но тем не менее, такие алгоритмы есть. Вот. Значит, мы в ответ на это говорим следующее. Ну, а у вас, наверное, не просто метрическая постановка, она, наверное, конечномерная, ну, например, эвклидова. То есть, например, у вас, значит, точки разбросаны на столе и расстояние между ними вы просто меряете линейку, вот, и тогда это эвклидовое расстояние, вот. И вот, к счастью, благодаря результатам Санжиры Ароры 98-го года удалось показать, что для любой эвклидовой постановки Камебе-Жуэра и любой, для любой фиксированной значения, с фиксированным значением, значит, относительной погрешности можно предложить полиномиальной трудоемкости алгоритм, который гарантированно найдет решение с такой погрешностью. Это называется полиномиальная приближенная схема. Вот. Да, трудоемкость этого алгоритма будет зависеть от погрешности. Чем выше, чем точнее надо получить решение, тем лучше придется считать. Ну, это нормально, как бы вычислить на математике, мы к этому привыкли, что точность, она требует большего числа и транс. Вот. Так же и здесь. Значит, аналогичные результаты удалось получить и для других близких задач. Вот знаменитый результат парня даст Эпуэр Матье для, значит, лидовой задачи мошентификации транспорта. По смыслу такой же результат. Ну, вот нам тоже с коллегами удавалось похожие результаты получать для, значит, разных обобщений, значит, задачи привыклижера и задачи мошентификации транспорта. Вот. Что в самый последний момент удалось, ну, буквально там несколько лет назад удалось получить в этом направлении. Это я хотел обратить ваше внимание на совершенно прорывные результаты, значит, Бортала и коллег 16-го года. Им удалось показать, что, значит, вот полинамиально приближенная схема Aurora распространяется с класса конечномерных векторных пространств на существенно более широкий класс метрических пространств, которые называются метрические пространства, фиксированные размерностью удвоения. Вот. Если любопытно, я потом на доске порисую. На самом деле простейший пример такого пространства это векторное пространство с чебольшевской метрикой. Вот. А если в двух словах, значит, метрическое пространство называется пространство фиксирования размером предприятия при следующем условии. Вот. Рассмотрим замкнутый метрический шар радиуса f в центре, значит, в какой-то точке нашей кости. Допустим, нам удается его покрыть замкнутыми же шарами, значит, с центрами в точках из этого же самого пространства, да, радиусы шаров, которых не превосходит половины размера шара и столь. Вот. Ну, понятное дело, что мы можем это сделать, вопрос только, сколько нам шаров потребуется. Так вот, если число шаров ограничено сверху 2 в степени d, где d это какая-то константа, то в этом случае говорят, что d это размерность удвоения. Вот. Ну, вот. Вот простейший пример такого пространства это Чикышевское. Пространство легко там. Видите? Ой, смысл. Вот. Вот это у нас единичная сфера, значит, пространства в Чикышевской метрике. Вот. Ну, понятное дело, что она покрывается в точности четырьмя, значит, сферами, значит, размера в единичку и в два раза меньше. Вот. Ну, то есть у нас получается, что если у нас размерность, векторная размерность в данном случае 2, да, то число вот этих сфер, значит, половиного радиуса, значит, и в точности 2 в степени 2, то есть d равно 2. Ну, и легко, то есть у нас получается, что векторная размерность Чикышевского пространства, она совпадает с размерностью в плане, значит, вот этих самых метрик, значит, конечной размерности. Ну, и легко увидеть, что этим свойством обладает, значит, конечномерное векторное пространство Чикышевское в любой размерности вектором. В точности такой. Вот. Можно показать, что все конечномерное векторное пространство обладает конечной размерностью удвоения. Правда, в отличие от Чикышевского пространства, там эта размерность удвоения не обязательно совпадает с векторной размерностью. Но она тоже константная. Вот. В чем здесь вообще? Ну, то есть результат Бортала, он полностью включает в себя результаты РОРы, потому что, значит, конечномерное пространство туда укладывается. Но мы же ведь с вами знаем, что метрические пространства, в отличие от вектора, значит, над, даже над полями нулевой характеристики, они не обязаны быть бесконечными. Векторные поля, они бесконечны. И когда мы их применяем, значит, для, значит, описания наших комбинаторных задач, мы вынуждены делать вот этот вот, ну, как бы насилие над собой. Вот. А гораздо проще было бы просто задать расстояние между всеми вершинами графа, проверить, что там неравенство треугольника выполняется, и получить конечное метрическое пространство. Вот. Так вот, оказывается, для таких конечных метрических пространств уже все хорошо. Значит, это результаты Бортала, значит, они совсем недавно. А тоже строится, значит, полиномиальная прибеженная схема для любой фиксированной размерности углов. Ну и вот, вслед за этим результатом появилось несколько работ, совсем недавние. Ну вот, наши коллеги из Китая, Куберчан, значит, ну и вот нам тоже кое-что удалось сделать для задачи маршрутизации транспорта. Там, оказывается, тоже удается результат Даса-Матье перенести на случай вот таких пространств. Ну, а теперь я, значит, завершая свои введения, хотел напомнить многим из нас известные классические угловидные цифровые представители, значит, и показать какую-нибудь замечательную работу. Вот представим себе, что это у нас вершины полного графа. Значит, то, что они у меня, значит, на фантасте нарисован забыл с ними, значит, они все на самом деле с оригинальной рёбрами графом. Я просто их не вижу. Значит, требуется построить приближение гамминтонового цикла минимального веса. Значит, что делаем? Фисофинис и Сенгуков предлагают сначала, давайте построим, значит, островное дерево минимального веса. Как известно, значит, оно строится за полименальное время, жарким алгоритмом, ну, что там замечательно и хорошо построили. Значит, проблема в том, что это не совсем цикл. Значит, вот, а, значит, что предлагается сделать? Да, предлагается его дополнить до эллерового графа. Все, помня о том, что эллеров цикл, то есть цикл, который все дуги, значит, в графе проходят в сочинстве по одному разу, тоже минимального веса, тоже строится за полименальное время. Что и делается? Значит, предлагается в нашем дереве отыскать вершины, у которых, который нарушает свойства эллеровстве. Значит, граф эллеров, если, значит, степень каждой вершины четна, а здесь у нас есть вершина, которая нечетна степени, но зато, это тоже классический результат из простейшей теории графа. Значит, вот множество таких вершин четно, и, следовательно, между ними можно построить просочетание минимального веса, значит, алгоритм Эдмонса, значит, тоже поиномиален, вот мы его построим. Получили, значит, Эллеров под граф, ну и дальше, применив, значит, Эллеровский алгоритм, мы построим, значит, за полименальное время Эллеров цикл, значит, минимального веса здесь. После чего воспользуемся тем, что у нас постановка была метрическая. Вот только здесь мы этим воспользуемся. Мы возьмем, и то, что по-английски называется шоткатинг, значит, мы те вершины, которые мы посещали этим циклом несколько раз, мы, значит, их выключим из, значит, из рассмотрения и пойдем напрямую. Всего не нравится треугольника, мы получим маршрут меньшего веса. штык, вот, пользуясь тем, что, ну, потому что она следующая, значит, пользуясь тем, что нравится треугольник, вот, и это можно делать. У нас длина вот этой добавленной дуги не превосходит суммы двух выброшенных дуг. Значит, и получается в результате еще лучшее приближение по весу. Ну, все. Значит, собственно говоря, веселый дарит. Ну, да, там еще надо немножко подоказывать, значит, о том, каков его вес, но это несложно показать под этим. Вот. Значит, и вот они одновременно, причем почти одним и тем же текстом, значит, там теорема полтранички, значит, показали, что результате, разумтирующее, значит, приближение обладает вот таким весом. Это значение того маршрута, который построил алгоритм, это оптимальное значение соответствующей задачи, значит, вот отношение не больше, чем три вторых. Вот. Интересно другое. Вот сейчас я уже вплотную приближаю к нашему сегодняшнюю теме разговора. Значит, еще в 54-м году Танцик построил первую целочисленную эквивалентную модель для задачек мебельжора, которая почему-то называется не приближением Танцик, а приближением к ЛДК. Ну, уж так получилось, это обычное дело. Значит, вот если отказаться от... Да, что тут такое? ХЕ – это первоначальный индикатор того, включаем мы дугу в маршрут или не включаем. ХЕ – это стоимость дуги. Значит, это условие, значит, то, что называется закон Киргофа, значит, что мы в каждую вершину сколько раз входим, столько же должны выходить, причем ровно по одному разу. Это посещение одной вершины один раз. Значит, а это условие, которое Танцик назвал, значит, условием исключения подсыпок. Вот. Обратите внимание, что здесь, вообще говоря, их много, этих ограничений, ровно столько, сколько подножек, сколько существует непростых подножек с множеством вершин. Ну, да бог с ним. Если отказаться от целочисленности переменных и перейти просто к неотрицательным переменам, мы получаем задачу линейного программирования, которая является вещественной релаксацией задачи Камивы и ЖУ. Естественно, эта задача, она легко решается, несмотря на ее экспоненциальный размер. Значит, мы можем найти ее оптимальное решение и тем самым получить нижнюю оценку для того самого, значит, оптимального решения нашей задачи Камивы и ЖУ. Вот удивительно, что, на самом деле, эта оценка, она сохраняется. Значит, если мы сравним оптимальное решение, не оптимальное, а то решение, которое нашел алгоритм Христофидиса с нижней оценкой, которую выдает эпереваксация Холдокарпа, получим то же самое величину. Это очень, на самом деле, глубокий результат, полученный в Волсе 4 года спустя. А чем задачи различаются? Задача Камивы и ЖУРа получится здесь, если мы напишем XE равно 0,1. Либо 0, либо 1. И это будет задача целочисленной оптимизации, фиг решишь, прошу прощения. Вот. Значит, а здесь рассматривается релаксация вещественная. Мы говорим, ладно, пускай они принимают дробные значения, какие угодно, получается задача линейной оптимизации, мы ее можем решить просто. Тибет-методом, например. Вот. Значит, ну вот. Ну вот, оказывается, значит, Христофидису и Сердюкову, вот важность этой оценки заключается в том, что Христофидису и Сердюкову удалось получить похожую, почти не улучшаемую оценку для метрической задачи. И вот сколько лет прошло, значит, ну это 76-й год, 50 лет скоро будем отмечать этому алгоритму, вот. И до сих пор, значит, народ бьется, пытается улучшить эту оценку, не получается. Для метрического случая. Видимо, не случайно. Вот. Это все, весь разговор велся по симметричной задаче Камриева и Жора, а теперь перейдем к асимметричной. Значит, асимметричная задача, она отличается только тем, что у нас теперь, значит, не граф, а ориентированный граф в английском языке. Граф называется. Вот. Значит, мы можем ее даже немножечко усложнить. Мы можем не требовать, значит, требовать чуть-чуть меньшего от него. Небезренно требовать полноту этого графа. Значит, достаточно потребовать сильная связанность. Сильная связанность, это значит, что от каждой вершины к каждой можно построить ориентированную. Значит, ну вот. Точно так же у нас веса надуга и задача построить некое обобщение, значит, маршрута Камриева и Жора, который называется просто, значит, замкнутым остальным Эйлеровым под графом. Значит, ну, понятное дело, что раз он остальный, это значит, что он содержит все вершины. То, что он, значит, тут, по-моему, опечатки неплохо, connected, connected, значит, связанные островные под графы, ну, это значит, что он не разбивается на компоненты связанности. Вот. Ну и в самом деле, если мы еще дополнительно потребуем неразвитый треугольник, то из этого Эйлерового под графа можно построить такие, значит, маршрутками Бои Жора, вес которого будет разношно меньше, чем вес из футного. Ну вот, на самом деле, народ этой задачей тоже занимался, и достаточно давно и был известен вот алгоритм этих троих замечательных математиков, которые в каком-то смысле тоже, значит, можно сравнивать с алгоритмом все-таки пол. Значит, о чем у нас нова? Вот смотрите, оказывается, помните, мы когда говорили, о сравнивали обобщенными с датчиками Бои Жора с подписчиками датчик, значит, и мы выяснили, что при некоторых условиях обобщенная задача проще, чем с датчиками Бои Жора. А вот, допустим, мы бы взяли и рассмотрели такое обобщение с датчиками Бои Жора. Давайте будем покрывать просто грамм набором вершин и не пересекающихся циклов, значит, без всяких ограничений, с тем, чтобы, значит, вот суммарный вес этих циклов тоже был наименьший. Как ни странно, что же проста, она эквивалентна к задаче назначения и решается по минимальному алгоритму, венгерским алгоритмам. Вот. Ну вот, который на самом деле не венгриям был предложен, как известно, вот, а и Коби, о чем, я прошу прощения, я тут прервуюсь на минуту, просто в свое время, я слышал лекцию об этом, значит, Гарри Де Пуна на европейской конференции по исследованию операций, вот Гарри Кун, значит, он полтора часа рассказывал венгерском алгоритме, как известно, этот алгоритм приписывают ему. А Гун? А Гун? Кто, да. Ну, он вообще-то написан американский математик, значит, ну, я не знаю, вот, на самом деле, я считаю, что мне просто сказочно повезло, что я вообще его слушал, ему в то время было 85 лет, значит, это начало 2000-х годов, вот, ну вот, значит, и вот он рассказывал, значит, об этом алгоритме, сказал, что в свое время, когда ему поручили, значит, в 55-м году выпустить монографию по, значит, комбинаторной оптимизации, он, значит, наткнувшись на, значит, статьи двух венгров, Кёнига и Герварри, значит, естественно, опубликованные на венгерском языке, ему пришлось венгерский язык выучить, значит, разобраться в алгоритме, перевести на английский и не печать. Через год он, говорит, получил злобное письмо, значит, от кого-то из коллег и сказал, ты что, читать не умеешь? Это же алгоритм Якоби. И прислали ему работу 19-го века, Якоби, где он, значит, походя решил задачи, он совсем другими задачами занимался, естественно, значит, решил задачи в назначениях и выложил буквально этот алгоритм. Работа была на латыни. Ну вот, значит, Гаральд Дуфунов пришлось изучать латынь, значит, и вот он всю эту лекцию он показывал, что да, алгоритм Якоби совпадает с венгерским алгоритмом буквально в каждую операцию. Работа была такая, на Випернер, говорит, очень многие именные математические результаты названы не в честь своих авторов. Ну вот, значит, здесь применяется то же самое, здесь строится цикловое покрытие минимального веса, его можно сделать за полимерное время. Если нам удалось построить цикловое покрытие из одного цикла, нам повезло, мы получили оптимальное решение. Если нет, что делаем дальше? Берем, выделяем в каждой компоненте связанности по точке, значит, и для них строим снова цикловое покрытие. Ну и так далее. Пока, значит, не получим, значит, в результате получится связанный ревероподграф, все там будет замечательно. Ну и после этого можно на самом деле подрезку соответствующего маршрута произвести пользуясь в чем проблема? А проблема в том, что вот этот рейшио этого алгоритма, он вот такой, он в аграритмически зависит от числа вершин в графе. Вот. Значит, ну и это результат 82-го года, значит, как видите, очень долгое время, значит, многие известные люди, среди которых Файги, Эриль Файги, Максим Свериденко, Гоуманс, значит, пытались это делать лучше, ничего хорошего не получалось толком, пока не, значит, как гром среди ясного неба не прозвучал алгоритм Свенсена-Тернавский и Вега, значит, которые построили первый приближенный алгоритм с константной оценкой точности, но эта оценка, обратите внимание, какая? Это на тему того, что, значит, специалисты из индустрии недовольны. Вот. Значит, еще раз уже. Да, вот. Ну вот, на самом деле им удалось тому же самому коллективу через год в 10 раз улучшить эту оценку, но это тоже не очень хорошо, а результат Веры Трауф, значит, вот он такой, и, ну, во-первых, это намного лучше оценка, хотя тоже по-прежнему еще велика, но самое главное, что, значит, им удалось методически существенно упростить алгоритм Свенсена разобрать практически невозможно, значит, а в приложении Трауфа-Вегена это вполне приличный алгоритм, хотя по-прежнему, в общем, занимает около сотни страниц. Вот. Ну вот это вот все, что мы знаем на данный момент о, значит, асимметрической задаче Камивы и Жора. Я сейчас немножечко поговорю, на чем он основан, этот алгоритм. Так, а сколько у меня еще времени? Полчаса еще. О, нормально. Вот. Значит, алгоритм Свенсена и Трауфа, он базируется на... На самом деле я постараюсь побыстрее. Вот. Значит, он по-прежнему основан на анализе двух взаимно двойственных задач линейного программирования. Значит, первая из них это все та же самая задача, значит, которая в литературе называется релаксация Талдетарта, а это двойственная книга. Выписанная, ну, буквально любой студент умеет выписывать двойственную задачу, все будет замечательно хорошо. Вот. Значит, и этот алгоритм начинается с того, что мы просто тупо решаем обе задачи, находим оптимальные дробные возможно решения обеих задач. Если мы нашли на байзлой и нашли целочисленное решение, ну, все на этом еще заканчивается, ну, естественно, вряд ли это получится. Вот. А, значит, дальше мы начинаем вслед за Свенсоном и Трау заниматься, значит, аккуратным округлением решения с тем, чтобы получить, значит, целочисленное решение, которое по функционалу не слишком сильно отличается от него. И тут есть несколько теоретических, значит, ослов, на которые как-то алгоритм упирается. Первый из них, значит, понятие из теории множеств. Значит, понятие так называемого ламинарного семейства. Значит, вот представьте себе конечное множество, и множество всех его подможек. Ну, все мы знаем, бульян, да, два в степени, значит, там всевозможных подможеств. Есть у нас конечное множество. Вот. А теперь рассмотрим не семейство не всех подможек, а специально отобранных, удовлетворяющих следующим условиям, вот то, которое тут указано. Будем говорить, что, значит, семейство называется ламинарным гестрем. Любые двух элементов этого семейства, значит, они либо не пересекаются, либо один элемент вкладывается в другой. Вот. Ну, вот пример ламинарного семейства. Значит, здесь точки это элементы исходного грандсета, значит, а этими самыми кругляшками, значит, выделены подножества, которые мы, изначитесь рассматривать. Это семейство ламинарное. Так вот, в отличие от множества всех подножеств, любое ламинарное семейство имеет маленькую мощность. Линейно ограниченную сверху числом элементов во множестве. Достаточно просто покажу. Самое интересное другое. Смотрите, у нас, вот если посмотреть на двойственные переменные, двойственные задачи, они же естественным образом порождаются ограничениями прямой, но и в данном случае под множествами множества вершин. Игреки, они индуцированы под множеством вершин. Так вот, оказывается, всегда, вот у этой задачи удается найти оптимальное решение, носителем которого во множестве игреков является ламинарное семейство. Причем не просто найти, а найти быстро. То есть, если мы нашли оптимальное решение, у которого носитель, не надо объяснять, то есть, это множество таких подможеств, у которых игреки положительны. Если нам не удалось это с первого раза, то мы можем достаточно быстро преобразовать это оптимальное решение, чтобы получить эквивалентное ему оптимальное решение с ламинарным носителем. Ну, а более того, мы же знаем из теории линейного программирования, что оптимальное решение всегда находится, хотя бы одно из них находится в вершине многогранника. И более того, с вероятностью единицы задачи линейного программирования имели единственное решение. Вот как раз в вершине. То есть, что это было не единственное решение, надо специально постараться. Ну, а поскольку единственное решение, и мы знаем, что среди оптимальных решений всегда есть ламинарным носителем, то с вероятностью единицы мы сразу получим. Ну, а если нет, то мы его поправят. Вот это первый шаг. И что они здесь вводят? Они вводят в понятие специальной структурированной постановки задачи, асимметричной задачи Камилы и Жора, которую они называют строго ламинарным. Значит, что тут есть? Значит, рассматривается, ну, опять же, какой-то сильно связанный ориентированный граф, задается некоторое ламинарное семейство, которое является носителем оптимального решения двойственной задачи, ну, и соответствующие ему через условия хунатаера решение, оптимальное решение прямой задачи. Вот. И один из первых важных результатов заключается в следующем, что оказывается для того, чтобы хорошо аппроксимировать общую асимметричную задачу достаточно уметь аппроксимировать вот такую. Потому что любую постановку исходной задачи за полимерное время можно редуцировать подходящий такой рост. Значит, вторая редукция опирается на так называемые позвоночные пары. Вы уж мне извините терминологию из биологии. Это не мной она придумана, она придумана авторами. Вот. Значит, ну вот, виноват. Да. Значит, такой позвоночной парой, вертибральной парой мы ее называем, называется, значит, упорядочная пара, у которой и это сильно ламидарная постановка, а б это так называемый хребет. Это на самом деле некая заготовка искомого маршрута, который мы будем строить, представляющий собой циклический граф, обладающий таким свойством. Она посещает каждого несинглитонного представителя вот этого нашего ламидарного семейства. Значит, то есть вот этот синенький хребет, он, значит, имеет право не посетить только те вершины, которые не попали ни в одно, значит, ни в одного представителя ламидарного семейства, либо попали только в синглитон. Все остальные, значит, эти самые по множеству он должен пометить, посетить. Ну и вот оказывается, это достижение на самом деле Свенсона. Если у нас есть такая парочка, то для заданных параметров КП и это всегда существует полиномиальный алгоритм, который вот такой хребет умеет достраивать, до приближенного решения исходной задачи, значит, при этом, значит, вот вес этого дополнительного множества дуг, который нам надо добавить, он оценивается вот этой вот штуковиной, где первое слагаемое, оно, как мы видим, оптимальное значение Хелго-Карпа, значит, а второе, это, ну, почти то же самое, только через двойственные перемены, потому что там в двойственной задаче это была оптимальная целевая функция. Ну и я не буду здесь в тонкости вдаваться, они очень достаточно серьезные, но основные результаты тут таковы. Значит, оказывается, для Камилла и Жора асимметричного всегда существует такой Капо-это алгоритм, для Капо-это удовлетворяет, ну, в общем, да, если есть такой алгоритм, то мы получаем приближенный алгоритм для нашей задачи вот такой значит оценкой точности, ну, то есть АПП поделить на оптимальное значение Калда Капо будет 3 Капо плюс это плюс 2 оцениваться сверху при любой постановке. И как следствие получаем приближенный алгоритм, значит, который имеет вот такую оценку точности для Камилы и Жора. Ну, теперь я перейду немножечко кратком обзору наших результатов. Забегая вперед, скажу, что в большинстве своем они получены использованием алгоритма только что описанного значит качества черного ящика. То есть мы просто-напросто свою задачу то, что называется называется значит сводим к соответствующей одной или нескольким постановкам Камилы и Жора сохранением значения целевой функции. После чего мы эту задачу решаем и получаем обратную уходом решение. Но не все такие. Значит, в некоторых случаях вот это наша последняя работа выяснила, что там этот подход наивый не срабатывает и приходится просто весь прямой править. Значит, такие результаты тоже есть. Вот. А самый простой это результат, который удалось получить для Штейнеровского цикла. Что это за задачи? Вот у нас по-прежнему есть ориентированный граф, есть писовая функция, которая задана нахтуга, и есть какое-то подножество вершин, которые называются терминалами. Вот. Требуется найти замкнутый циклический маршрут, который не обязан посещать все вершины графа, но обязан посетить терминалы, каждый из них по одному разу. Вот. И иметь наименьший вес. Значит, ну вот это известные результаты, большинство из них для симметричной задачи были получены, для симметричной хороших результатов нет. Значит, ну на самом деле, переходя к графу кратчайших путей, мы сводим эту задачу задачи асимметричной, значит, и тем самым получаем почти даром утверждение, которое говорит, что если у нас есть альфа-приглиженный алгоритм для задачи камиво-эжора, то мы имеем альфа-приглиженный алгоритм, собственно говоря, с такой же предоемкостью, по порядку величины для задачи Штейнерского цикла. Основная есть задача, задача о сельском почтальоне. Значит, она отличается от Штейнера и сказанцикла тем, что вместо вершин у них теперь терминально являются дуги. На самом деле нужно построить циклический маршрут, который обязательно пройдет по заданному множеству дуг, каждому из них наименьший один раз и иметь минимальную стоимость. Значит, вот на этой картинке показано, как задача на сельском почтальоне свести к задаче Штейнеровском дереве за полинальное время на подходящем драйвере. По слову для Штейнеровского цикла, не дерева, а цикла, мы уже алгоритм имеем, получаем решение и для почтальона. Чуть более сложные алгоритмы для двух задач, которые я тут немножко на них остановлюсь. И это, наверное, на сегодня все. Значит, первая это задача о маршрутизации транспорта с так называемым неразделяемым спросом. Значит, у нас постановка задается следующим образом. По-прежнему есть, значит, взвешенный ориентированный граф, но у нас теперь множество функций, весовые функции определены не только на дугах, но и на вершину. Значит, у нас вершины, у них выделена одна фиксированная вершина, которую будем называть депо, все остальные будем называть потребителями, вот, и у каждого потребителя есть спрос, который задается как раз это весовой функция. Значит, в чем состоит допустимое решение? Оно состоит из маршрутов, каждый такой маршрут, он начинается и заканчивается деплом на складе, посещая каких-то потребителей, вот, значит, и посещая потребителя, он может либо удовлетворить его спрос в его объеме, неделимый спрос, либо просто проехать через этот пункт и ничего не удовлетворять. Вот, ну и при этом, значит, вот, должны выполняться естественные условия на, значит, грузоподъемность транспортного средства, чтобы удовлетворить этот спрос, нужно соответствующую продукцию загрузить, ну и так далее. Задача построить набор маршрутов, которые бы удовлетворяли все, значит, пользовательские запросы и были бы наименьшего веса. Ну вот, подход к решению здесь, опять же, основан на сведение этой задачи к задаче о Штейнеровском цикле. Это немножко сложно объяснять, но смысл такой. Мы мысленно объединяем все вот эти маленькие маршруты, так называемый цикл, по-английски называется гигантский цикл, который, значит, посещает, там, значит, всех таких самых победителей, там, все прочее. Вот. И оказывается, значит, вот, проводя аккуратные, значит, исследования соответствующего графа, можно показать, что, значит, если у нас есть альфа-поближенный алгоритм для наших задач, асимметричных задач, комикл, альфа-плижеров, то у нас для вот этой задачи, для задачи мошкотизации транспорта есть приближенный алгоритм, толщина из которого 3 альфа плюс 2. Ну, вспоминаем, альфа у веры 22, значит, здесь что-то у нас 68 получается, плюс общего. Большая оценка, но это первая оценка константная, которую вообще удалось для этой задачи получить. Вот. Значит, ну вот, тут немножко я отдаюсь в детали, мы попираемся на знаменитую терему Фола, значит, разбиваем этот маршрут там, наверное, под маршруты и в результате получаем то, что там. Вот. Ну и, наконец, последняя задача, которую нам удалось применить непосредственно алгоритм с венсом нейтрал, это задача, значит, по кобиво и жоре асимметричной с накоплением призов, PC и TSP. Значит, задается она так. У нас имеется, значит, опять же, взвешенный ориентированный подграф с двумя лесовыми функциями, одна определена на дугах, вторая на вершинах. Вот. И так, что на дугах задают транспортные издержки, а на вершинах задают штраф за непосещение этой вершины. Наша задача построить циклический маршрут, который бы минимизировал суммарные, значит, издержки, связанные с переездами и со штрафом. В принципе, в данной постановке иногда выгодно строить пустой маршрут, который просто будет выплачивать штраф за непосещение всех решений, если так настроены параметры задачи. Ну, конечно, это смешное решение. Ну, вот. Значит, надо сказать, что в неориентированном случае, значит, достаточно давно, в 95-м году, значит, Бенстоком, Голмансом и Вильямсоном, это классики комбинаторной оптимизации, был построен соответствующий алгоритм, основанный на решении Калдокарпа. И у него, да, и внутри он использовал в качестве бюдинг-блока использовал алгоритм кристофитисы и точность его 5-вторых. Вот. Нам удалось показать, что на самом деле аналогичный результат распространяется на осимметричности в случае, но только нужно правильно использовать вот этот внутренний бюдинг-блокар. Если, ну, короче говоря, я вижу, что уже устали, я, наверное, это дело пропущу. Значит, да, вот он результат. Значит, если у нас есть альфа-приближенный алгоритм для асимметричной задачи Камива и Жора, то он порождает, правда, неочевидным образом, порождает приближенный алгоритм для, значит, вот этого PC от SPR, значит, точность которого на единичку больше. Чего-то на единичку больше. Ну, если сравнить пять вторых и три вторых, то у Бенстока было в точности то же самое. Значит, суть этого алгоритма основана на аккуратном исследовании, значит, вот этих самых задач линейного программирования, которые в результате тут получаются при релаксации ограничения целочисленности и аккуратном управлении. Вот оказывается, если все это сделать, получается то, что там. Ну и подводя итог, значит, вот этого коротенького моего выступления, значит, что мы на данный момент имеем для асимметричных результатов. Самое главное это вот этот прорывный результат, который, кстати, мои коллеги на Западе меня постоянно критикуют. Они говорят, нифига это не результат с Венсона и Трауп. Это два результата. Вот один результат с Венсона, а другой с Трауп. Вот. Но мы же издалека об этом следим. Нам кажется, что это с математической точки зрения один и тот же результат. Поэтому я ее называю с Венсона и Трауп. Значит, и смысл вот такой, что для асимметричной задачи камни-вайжора при условии, что, значит, весовая функция удовлетворяет неравенство и уходи, это существует полинвиальный алгоритм, который находит приближенное решение этой задачи с точностью 22-сепси. Вот. Значит, ну, а для некоторых еще задачек, это уже наши заслуги, значит, нам удалось показать, что если такой алгоритм есть, а мы знаем, что он есть, существуют алгоритмы для вот этих задач вот с такими оценками точности. Вот. Ну, тут можно посмотреть, значит, вот это основополагающие работы. Значит, как это сейчас принято, сначала они были доложены на очень важных конференциях, значит, в 18-19-м на Соде и на Фоксе. Вот. Но потом статьи уже развернутые вышли совсем недавно. Вот. А это вот наши работы, которые на них опираются. Спасибо. Вопросы? Галина Геннадьевна, да-да. По поводу начинающих оптимизаторов. Вот, а какой механизм заложить в этих алгоритмах, если у нас, да, существует единственное решение, но есть решение, скажем так, близкие к этому единственному, чтобы не сваливаться в решение похожее, начало не то, которое мы ищем. Так. Проконсультируйте, пожалуйста, вы говорите о решении исходной задачи, целочисленной, или о решении ее линейной релаксации? Понял. Задача линии, вещественная релаксация, задача целочисленной линейного прогрессирования, это частный случай задачи выпук оптимизации. Ее после локальных оптимумов, любой локальный оптимум у нее реакция глобальна. Поэтому вот эти проблемы, с которой мы сталкиваемся в глобальной оптимизации, ее не просто нет. Однако в целочисленной оптимизации, она, это пример глобальной задачи глобальной оптимизации, там такое возможно. Значит, ну вот то, о чем я тут рассказывал, о приближенных алгоритмах, мы на самом деле не боремся с локальными оптимумами, потому что для нас важно, чтобы в результате получилось допустимое решение раз, и чтобы оно было не слишком далеко лежало, значит, от оптимума два. Если нам удается это удовлетворить, причем тут же в этих алгоритмах что важно? Важно то, что у нас оценка появляется априори. в отличие от методов ветвления, которые, у которых оценка появляется одновременно с решением. Здесь не так, здесь эта оценка, она выдается в наихудшем случае, то есть, как бы наш алгоритм не решал, из теоремы следует, что точность полученного решения будет такая. Вот, если нас, и не хуже этой, если нас это устраивает, то мы считаем, что мы победили. еще такой вопрос, а если, допустим, вот это, у вас много, очень много близких решений, да, то есть, вот, допустим, задача поиска минимума, можно себе представить, что это минимум очень строгий. Да-да-да-да, очень плоский. Да, очень плоский, плоский. А тут по аналогии, вот что, что такое есть, что может же быть много, почти близких, тем более, вы эпсула задаете, оно может быть вообще вот в этом. Согласен. Это может быть. И как вы считаете? Собственно говоря, мы никак не боремся, значит, у нас есть, то есть, фактически, суть всех вот алгоритмов, которые мы тут рассказали, она такова. У нас есть некий, значит, придуманный подход, как построить допустимое решение. Одно. Значит, и мы умеем теоретически доказывать, что вот таким образом построено одно решение, оно будет хорошее. Может быть, там есть и лучшее решение, но, значит, это будет другой алгоритм, который будет их смотреть. Ну, а вот если... Да-да-да. То, о чем вы говорите, мы... на самом деле есть специальные агрессические семейства, которые специально с этим борются. Это вот метод, я упоминал Хансона Младеновича, variable neighborhood search. Вот он как раз позволяет активно выходить из вот этих локальных оптимингов. И он действительно на практике показывает себя просто замечательно. не то, что я напрашиваюсь, но я с удовольствием приеду еще раз и расскажу, как вам называется. Да, это... Да, это... Он на самом деле... Схема у него достаточно простая. Достаточно простая. Значит, там рассматривается так называемое... Дело в том, что в комбинаторной оптимизации понятие окрестности, оно должно коробить специалистов. Вот наш с вами как математика, значит, он с топологией ровным счетом никакой связи не имеется. Значит, если мы знаем, что в топологии окрестности это просто открытое множество содержащих заданную точку, вот, то дискретная оптимизация, поскольку там все дискретно, это просто, ну, некий набор точек, которые содержат данную точку. Значит, и они бывают очень криво выглядящие, но фактически смысл такой. У нас есть текущее решение, которое мы хотим протестировать. И у нас есть, значит, семейство вложенных вот таких кривых окрестностей. Значит, и мы зависим там есть еще некий вероятностный параметр, в зависимости с этим параметром мы либо пытаемся, значит, искать локальный оптимум в текущей окрестности, либо, значит, подбрасывая кубик, про него забываем, переходим в окрестность большего размера, и это позволяет нам выскочить из локального оптика. Ну, вот, в двух салатах. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Алексей Викторович. Вот у меня два вопроса. Первый, это вот эти алгоритмы, они достаточно такие простые, а есть какой-то софт, который можно попробовать прочитать? Ваши слова до Бога в уши. Значит, к сожалению, на данный момент его нет, но мы с моими ребятами молодыми, вот мы сейчас как раз этим и занимаемся. То есть, на самом деле, мы пытаемся реализовать алгоритмы. Значит, там есть есть тинкости, значит, то есть, это на самом деле по сути своей теоретической алгоритмы. Фактически эта теорема существует. Там доказательства неконструктивны. Вот. И вот мы уже несколько моментов пробили, значит, на некоторых сейчас находимся. Сейчас, если позволите, есть еще минуточка. Значит, вот там с чего начинается этот алгоритм. Значит, решить надо, казалось бы, две задачи линейного программирования. Вот. Значит, найти оптимальное решение. Но проблема, смотрите, в том, что я немножко об этом говорил. Размер этой задачи экспоненциально зависит от размера исходного гранина. Соответственно, значит, непосредственно в Гроби или, значит, в Сиплекс или там в какой-нибудь, не дай бог, в опенсорсовский соловик, значит, эту задачу не засунешь, если она не совсем игрушечна. Вот. К счастью, значит, есть работы, значит, Александра Стрейлера, значит, Лас Волоса, которые в свое время показали, что задачу линейного программирования можно решить за полиномиальное исходное условие задачи, за полиномиальное время, даже если число ограничений в ней экспоненциально. Там есть такое понятие, значит, полиномиального сепарейшн на рамках. Вот мы это реализовали, значит, естественно, в группе этого нет, и вот этот пункт мы пробили. У нас есть отношение для больших постановок, значит, и в принципе, вот сейчас мы находимся вот на этом этапе. Мы сводим, значит, исходную задачу к сильному антарминку. Мы уже умеем ломиноризовать семейство, это тоже можно делать, вот, но вот дальше пока еще, я думаю, что, я не буду обещать, но думаю, что в течение года мы, наверное, такой алгоритм сделаем. Очень хотелось бы посмотреть, потому что понятное дело, что вот эта оценка 22 плюс эпсиона, мы надеемся, что она завышена. То есть она, понятное дело, теоретически получена, а на практике может оказаться так, что там существенно лучше все. Мы на это надеемся. намного лучше. задача в рюкзаке это самая простая задача из-за трудных задач в связи с ней. Значит, самая простая в том смысле, что значит, для нее есть точный алгоритм динамического программирования, который, то, что называется псевдолиней. Значит, он находит оптимальное решение этой задачи за время, ограниченное сверху линейные функции от числа предметов и от размера резака. Значит, вот если бы от логарифма размера резака было бы, то тогда это было бы просто точный полиномиальный алгоритм. А вот он вот не такой. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, для этой задачи впервые была предложена вполне полиномиальная приближенная схема. Что это такое? Это еще лучше, чем полиномиальная приближенная схема. То есть не просто для каждой верхней оценки относительно погрешности можно за полиномиальное время найти приближенное решение с такой погрешности. А существует семейство алгоритмов, трудоемкость которого оценивается сверху полиномом о двух переменах. Первая перемена это размер задачи, а вторая перемена это единица на ефсилу. Где ефсилу это относительно погрешности. Вот такие полиномиальные приближенные схемы называются вполне полиномиальными. То есть на самом деле с резаком все замечательно. Это очень хорошая, простая, замечательная задача. А как алгоритм? А? А как алгоритм? Ну, авторы? Ну, да, как-то они. Просто поищите вполне. Виноват. Я уже, знаете, иногда забываю. А сам алгоритм называется вот так. Full polynomial time approximation scheme. Вспомнил. Авторы его один кей бар, а второй кей. Вот. Причем это результат по-моему конца 80-х начала 91-го класса. Вот. Еще вопросы? Нет, больше вопросов. Я хотел бы только, вы знаете, что вспомнить. У нас работал Суфинин Михаил Федорович. Вот. Вы слышали его? Нет? Он вообще специалист по нелинейному анализу. Но последний арендук подключился под конец жизни. Он очень увлекался вычислительными задачами линейного программирования, транспортными задачами. По-моему, я какие-то работы у меня. И он, вы знаете, то, что у него было, это была минимум шлахная эвристика. Но, по крайней мере, как он говорил, она какие-то сногсшибательные давала результаты. Совершенно верно. Где-то, может, книжку даже. Ой, очень интересно был бы сам. На самом деле, я полностью с вами согласен. Эвристики – это какая-то магия в комбинаторной оптимизации. Они в самом деле позволяют непонятно каким образом находить хорошие решения. Ну, вот удалось бы нам, то есть, мечта такая, значит, все эвристики превратить в аппроксимационную уверенность. То есть, доказать значит, топливорные оценки. Иногда это удается, иногда нет. Спасибо большое. Вам спасибо. Открыли новый мир. Спасибо вам большое. Ну, если нет больше вопросов, я еще все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Михаил Юрьевич, вот когда мне в свое время рассказывали, ну, опять же, как профану про такого рода задачи, то мне говорили, что у каждого